Кто из нас не мечтал взлететь в небо? Испытать это захватывающее ощущение победы над земным тяготением. Иногда оно упоительно прекрасно, а порой и леденит кровь и душу. Однако всегда полет дает возможность на время оказаться выше земных забот. Что же на самом деле заставляет людей летать? На этот вопрос пилоты отвечают просто. Мы летаем, потому что хотим. Мы всегда мечтали летать. Ну что тут можно сказать? Наверное, все люди делятся на тех, кто мечтает летать, и на тех, кому это не дано. Сегодня наш рассказ о тех, кто не мыслит своей жизни без самолетов, полетов и бескрайнего неба. Первые самолеты в небе над Чувашией появились летом 1928 года. Именно тогда авиация впервые пришла на помощь сельскому хозяйству нашей республики. Опасный лесной вредитель, дубовая листовертка была уничтожена. К примеру, в Мариинско-Посадском районе с неба было опылено химикатами почти 1600 гектаров леса. Эффективность 90% гибели вредителя. Первые транспортные полеты по маршруту Нижний Новгород-Чебоксара-Нижний Новгород были организованы в 1934 году. Рейсы выполнялись экипажами Нижегородского авиационного отряда спецприменения и местных воздушных линий. Во время Великой Отечественной войны, в 1941-45 годах, аэропорта Чебоксара как такового еще не было. Грунтовая взлетная полоса и деревянный домик в три окошка в чистом поле. Но работа кипела с утра до ночи. Принимали и выпускали самолеты со срочными грузами, обеспечивали учебные полеты военных летных училищ и школ, проводили авиахимработы по повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Своих летных подразделений и самолетов у нас в тот период еще не было. После войны в нашем аэропорту базировалось авиазвено 148-го Горьковского авиаотряда. Самолеты перевозили врачи в районы, опыляли водоемы от личинок маляреям, боролись с сельхозвредителями, укрывали опылением сады от заморозков. С 1953 года в районных центрах начали появляться свои аэропорты – Валиково и Брестях-Вурнарах. Наступила эра пассажирских перевозок. В 1954 году техническая база аэропорта города Чебоксары пополняется дополнительными самолетами Як-12. Через 4 года аэропорт перебазировался на новое место в районе деревни Синьялы, где и находится по сей день. В 1965 году образован Чебоксарский объединенный авиаотряд, командиром которого стал Виктор Энгельс. Опытный летчик, прирожденный организатор, он тут же начал действовать. При нем авиапредприятие начинает бурно развиваться. Заслуженный пилот СССР, кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени Виктор Францевич Энгельс – личность без преувеличения уникальная. Он руководил Чебоксарским авиапредприятием более 30 лет и, уйдя на пенсию, оставил республике процветающую организацию. В этом году Виктор Францевич отметил свой 85-летний юбилей. За большой вклад в развитие гражданской авиации Чебоксарской республики и многолетний добросовестный труд объявить благодарность Энгельсу Виктору Францевичу. Путь в небо для Виктора Францевича начался в 1944 году, когда он поступил в летную школу. Затем было Ейское военно-морское авиационное училище, работа в ДСААФ, а с середины 50-х Энгельс уже командовал эскадрильей в Горьковском авиаотряде. В 1960 году получил назначение командира эскадрильи в Чебоксарах. Правда, ни эскадрильи, ни даже аэродрома в столице Чувашии тогда не было. Как такого не было. Площадка была, понимаете, да? И все. Была площадка. Поэтому, значит, домушка была, стояла маленькая. Потихоньку-потихоньку начали строить, строить, вот, и, значит, ну, добились того, что у нас стало нормальное авиационное предприятие, так вот. Которое мы радовались, что создали его, оно развивалось. Нормальное слишком слабо сказано. Авиапарк рос стремительно. На летном поле теснились 50 самолетов Ан-2, 7 Ан-24, 5 Ту-134. В авиаотряд приходили не только молодые пилоты, но и опытные летчики из Москвы, Ленинграда, других крупных городов. Виктору Энгельсу каким-то образом удавалось выбивать для них квартиры. Но самое главное – реконструкция территории аэропорта. Вместо избушки появилось современное здание. Вместо грунтовой полосы – бетонка. Одна из лучших в то время. Сегодня, выруливая на взлет или заходя на посадку, летчики вспоминают Энгельса добрым словом. Длина полосы – 2512 метров. Ну, если не считать полосы безопасности по 50 метров с каждой стороны, это на всякий случай, чтобы самолет, если выкатиться, там было место, где остановиться. Соответственно, ширина полосы, по-моему, 49 метров и плотность покрытия достаточна для приема практически всех типов воздушных судов на сегодняшний день, которые есть в эксплуатации. Поэтому, практически, наша полоса, она может принимать любые типы воздушных судов. Там, в зависимости просто от их пробега и так далее, могут быть определенные ограничения. А так, фактически, по весовым характеристикам любой самолет, любое воздушное судно. Полоса, она практически, получается, состоит из нескольких слоев. Ну, будем считать, песочная зона, там песчано-грунтовая, потом бетон, 20-метровые бетонные плиты и сверху уже слой асфальта. Здесь разворотная зона по этой части полосы, то есть воздушные сюда, подъезжая к этой зоне, могут спокойно развернуться и на рулежное направление. А рулежки с той стороны. При Энгельсе Чиваксарский авиаотряд был известен, если не во всей стране, то на большей территории России. Совершенно точно. Авиационно-химические работы, санитарная авиация, все это было очень востребовано. Да и в маленькой Чувашии работы хватало. Автодорожная сеть была слабой. И из пункта А до пункта Б быстрее и проще было на самолете. В 1975 году мы с подружками поехали в Аликово, в Аликовский район, в деревню там. У нее был день рождения. Тогда мы учились в университете. С подружками, нас было, наверное, человек пять, поехали на день рождения ее, на автобусе. А на обратном пути нам пришлось прилететь на самолете. А самолет был маленький. Нас посадили в сиденье, были друг против друга. Сидели мы, глядя друг на друга, чувствовалось прямо как комфортно. Ну, прилетели, главное, быстро. Можно было и в другие населенные пункты. Мало, Крамалы, вот можно было, я знаю, и в Ресенский район. Там Раскильдина тоже есть такой вот этот поселок. Туда тоже летали самолеты. Все, кому довелось работать под руководством Виктора Францевича, до сих пор стараются держаться вместе и поближе к своему командиру. Спасибо тебе за то, что ты создал это предприятие, что оно было таким, что ты есть. Таких руководителей, я хочу сказать, не то, что в Советском Союзе, сейчас это точно нет. А в Советском Союзе были единицы. Спасибо, что ты есть, что ты живой и дай Бог тебе долгих-долгих лет жизни. Летчики тебя всю жизнь будут помнить, какой ты был, какой ты есть, какой ты настоящий летчик. Самое любимое, что ты мне сказал, самое хорошее, вот о том, что ребят. И спасибо тебе от имени летчиков, за всех летчиков, спасибо. Сейчас, подожди. Искренние слова также легко отличить от дежурных, как настоящего летчика, от любого другого человека. Конечно, можно быть внимательным руководителем и грамотным управленцем. И таких начальников, как правило, уважают. Но если командир и подчиненные думают и чувствуют одинаково, это перерастает в настоящую дружбу. Виктору Энгельсу хорошо известно, что значит любить небо. В 89-м году я, значит, последний раз слетал. Но потом уже у меня добрые доктора уже не пустили. А снится сейчас, что летаете? Во сне снится? Постоянно. Постоянно. Я себя не понимаю вне авиации. При Энгельсе за сравнительно небольшой промежуток времени из небольшого звена самолетов Ан-2, ласково называемых в народе кукурузниками или Аннушками, выросло крупное современное рентабельное авиационное объединение. Одно из лучших в Приморском управлении. Из Чебоксарского аэропорта было налажено регулярное воздушное сообщение с 50 городами Советского Союза. В год перевозили около 400 тысяч пассажиров, десятки тысяч тонн народно-хозяйственных грузов и сотни тонн почты. Что и говорить, много сил вложил Виктор Энгельс в укрепление материально-технической базы Чебоксарского авиапредприятия, освоение современной авиационной, наземной техники и оборудования. В результате в Чувашии воздушный транспорт превратился в одну из важнейших отраслей народного хозяйства. И, между прочим, за все 30 лет в ней не произошло ни одного ЧП. Начиная с 1978 года, когда начали эксплуатировать самолет Ту-134, география полетов, конечно, расширилась еще больше. И под это дело построили гостиницу, которая стоит у нас пятиэтажная. И здание длительного ожидания пассажиров было там же. Два этажа были построены для молодых специалистов, для летчиков, авиатехников, которые поступали к нам по нашей, так сказать, заявке каждый год. Для них было построено общежитие. Взлетно-посадочная полоса в то время как раз удлинилась до 2,5 тысяч. В день у нас было максимально до 30 вылетов и прилетов также, естественно. Стоял невозможный гол самолетов, двигателей. И приходилось закрывать окна летом, потому что невозможно было просто разговаривать по телефону и отвечать на вопросы, потому что с утра до вечера стоял гол самолетов. А жильцы здесь местные, значит, даже обижались, потому что постоянно шли объявления по микрофону о прилете, о вылете самолетов. Все, что здесь построено, все, что сделано, это все, так сказать, его заслуга. И в Самаре, у нас тогда Куйбышев был, было, значит, управление. И еще тогда в Самаре говорили, что Энгельсу уже при жизни надо поставить памятник, потому что это все сделано его руками. И все здания, и то, что жилые помещения выстроены здесь, вот эти вот, это все его. Сколько взлетов, столько и посадок желают летчики перед дальней дорогой. Опытные инженеры и техники связи, преданные своему делу, до сих пор и за дня в день работают для того, чтобы это пожелание сбывалось, чтобы небесные дороги были безопасными, надежными и комфортными для гостей и жителей города. Я летал на 24-м 5 лет и 27 лет на Ту-134 в качестве бортового механика. На лет я имею 16-700 часов в воздухе. Ну, были случаи отказов. Последний полет, я в Шереметьево, мы на 134-м садились, вибрация левого двигателя была. Как положено по руководству, доложил командиру. Командир дал команду действовать по руководству. Все мы сделали по руководству. Пассажиры даже не почувствовали, что отказ двигателя был. Сели, комиссия, все нам объявили благодарности. В авиации работают те, кто только любит эту работу и авиацию любит. Кто даже, может, и не летает на земле, обслуживает самолеты, это любящие люди. В 1995 году Чебоксарский аэропорт получил статус международного. Открылись рейсы в Турцию, Болгарию, Кипр. Правда, сейчас летной службы как таковой не стало. Нет ни летного состава, ни самолетов. Воздушные перевозки обеспечивают партнеры. Аэропорт существует как площадка для чужих самолетов во время каких-либо масштабных мероприятий и для транзитных рейсов, либо как запасной аэродром в экстренных ситуациях. На Москву теперь летают тоже чужие лайнеры. Сельхозавиация, внутренние рейсы забыты. На аэродроме можно увидеть один единственный самолет, Як-40, но он вряд ли когда-нибудь уже взлетит. Як-40 нравился пассажирам, имел хорошие летные качества, но оказался дорогим. Наш отечественный самолет, трудяга, отработал очень много, перевозил пассажиры, грузы, почты, багаж. На всех широтах, и на севере, и на юге, и в горах особенно. Скороподъемность у него хорошая была. Скорость 500 км в час. И используется в народном хозяйстве по всей России. Но летает еще, еще держится в воздухе, еще ресурс есть у них. Безопасный, хороший самолет. Их три двигателя, на Як-40, вот это мой Як-40. И все параметры двигателя, которые контролирует экипаж от момента запуска до выключения двигателя. Ну и, естественно, локатор для обхода грозовых очагов, для ориентирования на местности. В нем можно определить все. Реки, горы, грозы, города. Тем не менее, предприятие развивается. Есть надежда, что любимое детище Виктора Энгельса возродится. Предприятие наше сейчас развивается. На 13-й год планируется развитие региональных перевозок. Это маленькие самолеты, 8-9-местные, типа «Пилатус», которые будут выполнять рейсы ежедневно в Самару, в Саратов и два раза в неделю в Уфу. Также планируем развитие маршрутной сети на 13-й год. Это открыть рейс на Питер раз в неделю и на Сургут. Аэропорт является воздушными воротами Чувашской республики. Все инвестиции, все, так скажем, бизнес-проекты через высокопоставленных людей, соответственно, бизнес людей, все проходят через наш аэропорт. В этом году мы впервые принимали президента другого государства, это президент Палестины, к нам прилетал. Также был визит Медведева. Наш аэропорт позволяет принимать практически все типы самолетов. Авиация всегда привлекала людей талантливых и отважных, способных преодолевать трудности. Небо – это то, что незримо связывает страны и континенты. И поэтому для сотрудников воздушной гавани особенно важна профессиональная солидарность и взаимопомощь. Ведь им доверяют в своей жизни миллионы человек. И, зная цену ошибки, им приходится нелегко. Но пока в этой службе работают такие неравнодушные люди, как Александр Жирнов, Александр Пабута, Рафик Макаев, Лилия Лебедева, есть надежда, что воздушные ворота Чпоксары будут держать открытыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова